Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник Очень, Многодетная Мама и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал. Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях. Ну а также своих хороших и добрых зрителей. Я хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии. Ребят, огромное вам спасибо за вашу поддержку. Ну что, вчера вечером состоялся, друзья мои, Лелькин выход. Да, понятное дело, куда? Конечно же, друзья мои, на стрим, да. Вчера по горячим следам я уже делала обзор на первую часть Лелькиного как раз-таки стрима. Ну а сейчас продолжение. Что хочу сказать. Вот знаете, вчерашний вот этот момент, когда Лелька разговаривала по телефону в прямом эфире, да, на стриме с Шуриком и прямо признавалась Шурику в любви, конечно же, вызвал массу вопросов, недоумения со стороны зрителей, да. Она кричала, да, да, я люблю тебя, да, я люблю Сашу, как отца своего ребенка. И кричала, и спрашивала, задавала Шурику вопрос, нет, вернее, требовала, требовала от Шурика, чтобы он признался. Ну скажи, скажи, говорила поберуха ему, скажи, что ты тоже меня любишь. В этот момент Шурик как-то смутился, но, собственно, оно и понятно, да, учитывая, что Лелька все-таки уже, уже вышла замуж за другого мужика. Но, друзья мои, Лелька еще звала Шурика к себе, да, давай, давай, будет у тебя день рождения, приезжай, отметим здесь. Ребят, скажите, пожалуйста, кто-нибудь еще верит в благие намерения Лельки относительно дальнейшей судьбы Шурика? Ну, если кто не понял, я о том, что, помните, когда Леля рассказывала, что у нее появился мужчина, что она скоро выйдет замуж, будет очень счастлива и так далее, на вопросы о Шурике она говорила, а что? А я тоже буду рада за него, если он устроит свою личную жизнь, если он встретит свою вторую половинку, я буду за него только рада. Ага, конечно, друзья мои, да, как говорится, свежо предание довериться с трудом, то есть она ему даже вздохнуть не дает. Ну, допустим, если он там где-то действительно работает на какой-то вахте, да, то есть даже свободное время и тот момент, так скажем, да, когда у него появляются вот эти вот выходные, она и то тащит его без конца сюда, под предлогом, что у тебя есть дочь. Вы знаете, в моем понимании, все-таки он сам должен этого хотеть, а не она должна его тащить на аркане к себе, да. Ну, ты же устроила свою личную жизнь собственную, да, и ему устроить. Может быть, он тоже устроит и встретит какую-то достойную его, так скажем, женщину, да. Ну, в общем, короче, ладно. Такой интересный момент был, когда она говорила Шурику о том, что вот сейчас дочка Саша покажет тебе твою любимую дочку Варю. Ой, ты знаешь, Варя у нас такая молодец, Варя у нас такой живчик, Варя у нас, ты знаешь, так ползает и так далее. Вы знаете, ребят, Лелька так это все рассказывала. Мне, честно, стало смешно, потому что, если честно, сколько нам с вами Варю не показывают, практически, да, 90% Варя у них связанная, лежит прямо перетянутая, как гусеница, да, бедного ребенка стянут там этими пеленками, как говорится, положили, бросили там в эту коляску, радионяню поставили, и, как Лелька говорит, ничего, нормально, наспи 3-4 часа. Ну, так-то ничего, что ей будет 8 месяцев, ничего, что в этом возрасте, мало того, что ползают, в этом возрасте уже кто-то начинает ходить и так далее, да, кто-то начинает там 8-9 месяцев, у всех, конечно, по-разному, но дело не в этом, дело в том, что ребенок в этот момент, момент не должен лежать скрученный, как гусеница, он должен действительно двигаться. И вот в моем понимании Варя начинает двигаться только тогда, когда появляется на горизонте ее папа Саша. Только тогда, собственно, папа, по крайней мере, занимается хотя бы своей дочкой. Мама ей не занимается совсем. Но вы знаете, ребят, Лелька вспоминает, вот обратите внимание, про Варю только тогда, когда опять же на горизонте появляется Шурик. Она хочет ему показать, мол, смотри, смотри, как я люблю нашу с тобой совместную дочь, наше с тобой, так скажем, продолжение, да. Ну, в общем, да. А так забросила, как говорится, и все. И плевать, плевать. Знаете, вот ей задали абсолютно простой вопрос. Ну, мол, неужели вы так быстро разлюбили Сашу? Боже, ребята, сколько возмущения было у Лельки. На этот вполне себе резонный вопрос она ответила. Говорит, что за дурацкий вопрос? Я, говорит, его и сейчас люблю. Правда, потом добавила, как отца своего ребенка. Я, говорит, открою вам большую тайну. Думаю, блин, что сейчас скажет? Как всегда, думаю, ничего, ничего хорошего, да. Она, говорит, Гриша тоже любит свою бывшую жену. И всегда, говорит, будет ей благодарен, потому что она родила ему детей, а на мать его детей. Ага, друзья мои, конечно. Видели мы ту самую благодарность из уст Грифи. Тот самый момент, помните, когда они с Лелькой сидели на стриме, это еще было, когда он был женат на своей жене. По-моему, это был стрим, когда у Грифи была днюха. И как раз-таки в тот самый момент, когда задали вопрос, а Гриша же женат, да, а что он у вас типа тут делает, и как на это реагирует жена Гриши, Лелька засмеялась и говорит, а да ну, а что он женат, и начала гоготать, и Гриха, дабы подыграть поберухе, да, хотя он был на тот момент женат на своей бывшей жене, да, уже, которая сейчас его жена, он начал, начал тоже смеяться, начал тоже ей подыгрывать. Ну, такая благодарность, ну, такое прямо уважение проявил к женщине, с которой прожил достаточно огромное количество лет, да. В общем, друзья мои, благодарность, я бы сказала, и уважением по отношению на тот момент к своей еще жене, там даже близко не пахло. А вообще, вы знаете, какая-то очень странная наблюдается картина. Я, если честно, как-то об этом не думала поначалу, а сейчас смотрю, Лёлька, Лёлька, друзья мои, любит Шурика, да. Ну, по крайней мере, мы видим, как она всегда такая оживленная, смотрит на Шурика влюбленными глазами, как она начинает кричать, звать, приезжай, приезжай. И, кстати, Шурик-то тоже, когда приезжал в последний раз, смотрел на Лёльку, тоже такими, знаете, влюбленными глазами, как кот смотрит на сметану, да. Да. И Лёлька с ним кокетничала, и Шурик с ней кокетничал. И я вот думаю, Лёля любит Шурика, Гриха все еще продолжает любить свою бывшую жену. Я вот думаю, может быть, это действительно какой-то сценарий, может быть, это вообще какой-то фиктивный брак, который для чего-то им нужен. Но, опять же, есть зрители, которые пишут, Галя, это нужно по берухе для, опять же, господи, получения звания мать-героиня. Ребята, в таком случае, почему она не могла выйти замуж за Шурика, если ей это было нужно, да. Ведь он тоже мог согласиться на каких-то там, так скажем, условиях, да. А что касается брак и получения звания мать-героиня, мне кажется, это все-таки немножко разные моменты, и я очень сильно сомневаюсь, что она может получить это звание. И никакой брак с Гришей это звание точно ей в руки, как говорится, не даст, а не принесет. Короче, какая-то там странная ситуация, очень, я бы сказала, странная. Далее, друзья мои, а ей начали писать, ну, они там болтали по поводу детей и так далее, что, мол, знаете, тоже, говорит, хочу ребенка, но боюсь не справиться. В этот момент Лелька сидит и не понимает. Она говорит, вы что имеете в виду? Вы что имеете в виду, что вы боитесь не справиться с еще одним ребенком? А я, друзья, смотрю на нее и думаю. То есть она не понимает даже элементарных вещей. Она не понимает, она рожает практически каждый год, ну, или там через год, да. Ее детей содержит кто угодно. Она просит на все про все постоянно у зрителей. То есть у нее нет таких проблем, да. Она не знает, что такое действительно не справиться. Не справиться можно, финансово не потянуть. Можно опять же, да, чем больше у тебя детей, тем больше времени тебе нужно уделять детям. По крайней мере, как-то, чтобы никто не остался, как говорится, обделен твоим вниманием. Она даже не понимает этого, потому что у нее этого нет. Она говорит, да какая разница, собственно, да. Вот у меня 11, а будет 12. Далее, друзья мои, Лелька начала вспоминать про роды, про болевой порог и говорит, ой, платные роды, говорит, с акушеркой были, говорит, такие замечательные. Вот, говорит, было бы нам интересно поснимать, говорит, как мы, говорит, здорово взаимодействовали с моей акушеркой. Правда, говорит, на тот момент я была голая. Лель, господи ты, боже мой, что мы там не видели? Мы тебя, как говорится, уже где только не видели, да. Мы твои хейтеры видели тебя уже во всей красе, со всех ракурсов, да, вот со всех сторон, как говорится, и с разными мужчинами, да. напугала, как говорится, ежа голой жопой, друзья мои, сказав о том, что, ой, правда, я там была голая, да. Она говорит, ну, вообще-то, только сам роддом мне обошелся в 160 тысяч рублей. Лель, вообще-то, чья бы мычала, твоя бы точно молчала. Эти деньги ты наклянчила у своих зрителей. Хрен бы ты отдала свои деньги, 160 тысяч рублей, если бы тебе бы пришлось их платить из собственного кармана. Далее говорит, ой, ну, вы знаете, вот, да, опять же, когда вот она платно рожала с акушеркой, она говорит, правда, было некому меня снимать, потому что вот дочка Женечка в этот момент находилась в Туровке, присматривала за детками, в смысле, некому снимать, я что-то не поняла. На выписке там был как раз-таки Шурик, и была эта, господи, друзья мои, Уварова. Ну, Шурик, а что Шурика там с Лелькой не было, я имею в виду, в тот момент, когда Лелька рожала, а что Шурик не мог снимать эту киношку 18+, мне, короче, очень даже интересно. Далее опять напомнила, друзья мои, что она не просто так здесь собралась, как она сказала вчера в первой части своего стрима, мол, вы знаете, ну да, ну да, только вы можете мне помочь собрать денюжки на возражения в суде, да. Вот я и говорю, мужиками обложилась со всех сторон такая барыня-боярня, а 16 тысяч рублей, друзья мои, найти никто из ее мужиков не может. Лелька, какие же у тебя все-таки не мужики, а ни к чему же самые настоящие. Причем, вы знаете, когда она говорит, вот возражение в суде стоит 16 тысяч рублей, а еще и выход юриста 10 тысяч. Ребят, вот слушайте, ну, я что хочу сказать, не слишком ли дорого? Выход юриста в суд стоит 10 тысяч рублей. Я не знаю, но я думала, что расценки все-таки немножко меньше, да, немножечко поменьше. Возражения у нее 16 тысяч юрист, у нее всегда какие-то расценки, я бы сказала, ну, в два раза больше, это, наверное, как минимум, да, как ее, помните, Козлодоева на стриме учила, что надо, да, как говорится, как надо правильно говорить. Далее, далее, значит, что она там еще рассказывала? А, ей задали вопрос, кто у вас сейчас работает, вообще помогает вам, кто у вас из помощников, из работников, есть вообще кто-нибудь? Она говорит, да так-то у меня никого нет, но, говорит, приходит доер, и приходит, говорит, еще работница разовая по дому. Ребят, зашибись, это называется, у меня никого нет из помощников, да, только приходит доер, во-первых, мне интересно, откуда приходит доер, если до этого доер у нее проживал на постоянной основе, помните, у которого была больная спина, которому резко потребовалась баня, массажист, бабы, сауны и так далее, да, ну, вот, про которого мы с вами думали, что он все-таки там работает, как говорится, за тарелку супа, а теперь доер к ней приходит, я не знаю, может быть, доер какой-то у нее теперь новый появился, но, если честно, я в этом очень сильно сомневаюсь, но в любом случае у нее есть помощники, есть работники, да, доер, приходит, опять же, разовая помощница, которая пришла там, допустим, пару раз в неделю, да, наготовила там на целую неделю, убрала все, а что, ребят, постирала все, сделала, ну, стирает, понятно, стиральная машинка, но все равно, и Лельке делать ничего не надо, наварила ей там первое, второе, компот, десерт, как говорится, и так далее, я не верю в то, что Лелька упахивается на Ниве домашнего хозяйства, но она, конечно, рассказывает, у меня там никого нет из помощников, ну, понятное дело, пытается набить себе цену, показывая, что она все сама, да сама, но и заметно, носится, как коза-дереза, друзья мои, по лесу, шарится туда-сюда, да, если бы она действительно все это сама делала, ей бы некогда было бы даже, знаете, вздохнуть, как говорится, ребят, вот такой у меня получился обзор, продолжение следует, пишите, что думаете по этому поводу, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok